Добрый день, меня зовут Павел Панин. Я менеджер проектов Сибирского центра поддержки общественных инициатив из города Новосибирск. Сейчас мы поговорим о такой специфической оценке, которая позволяет увидеть потенциал некоммерческих организаций и построить систему по развитию и поддержке такого потенциала, например, на уровне региона. История достаточно запутанная, но мне кажется, в ней стоит разобраться. Зачем это нужно знать и чем это еще может быть полезным? Наш инструмент может быть использован отдельной некоммерческой организацией или даже инициативной группой в виде самооценки. Определить основные преимущества и проблемные точки для дальнейшего развития и продвижения. Но в глобальном смысле это полезно для органов власти, чтобы увидеть общую картину по некоммерческому сектору и проводить более грамотную работу по повышению социально-экономических показателей территории. С чего все началось? В конце 2015 года мы разработали и опробировали методику оценки потенциала СОНКО. Первая работа проводилась в рамках государственного заказа правительства Хабаровского края. Мы осуществляли мониторинг результатов деятельности региональных организаций. И с того момента методика была применена в Хабаровском крае, в Новосибирской области и в некоторой степени в Магаданской области. Но мы там анализировали документы конкурса. Когда мы говорим о результатах деятельности, то есть показатели связанные с результативностью и эффективностью, по большому счету характеризуют завершенную работу. Для того, чтобы планировать дальнейшую работу и направлять развитие НКО, необходимо оценивать тот самый потенциал. А именно оценить какие именно местные проблемы уже решаются, какие местные проблемы должны быть решены. Но НКО в этих проблемных областях мало и активны, или их надо простимулировать или профессионализировать. Эту способность НКО решить социальные проблемы определенной направленности назовем потенциалом НКО. И этот потенциал зависит от наличия достаточного количества НКО, деятельность которых направлена в данной местности на решение соответствующей проблемы. Либо наличие достаточного количества НКО, которые работают с целевой группой, связанных с определенной проблемой. Еще зависит от уровня организационного развития НКО, то есть организационный ресурс. То есть наличие определенных ресурсов и готовность иммобилизовать дополнительные ресурсы в момент необходимости. Само по себе достаточное количество НКО не говорит об их способности решить проблему. Иногда одна, но сильная организация – это уже достаточное количество. Организационный ресурс может быть разделен на кадровый, здесь мы имеем в виду, управленческий или лидерский, командный и добровольческий ресурс. Также это технологические, это способности, навыки разработки инновационных технологий и работы с целевой группой. Сервисные наличия, оказываемых по отработанной схеме услуг. Материально-технические – это и финансы, и имущество, имиджевое присутствие в информационном пространстве. И далее способность к взаимодействию, например, в составе коалиции, с властями, с сообществом, а также роли НКО в данном взаимодействии. И географический охват и другие ресурсы. Как только мы зафиксировали эффективные, заслуживающие тиражирование проекта, мы можем предполагать, что это усиливает потенциал НКО за счет усиления управленческого опыта, привлечения добровольцев, разработки новых социальных технологий, развития материально-технической базы и выхода на новые целевые группы. Это, в свою очередь, в дальнейшем позитивно влияет на выполняемые ими проекты. Стоит сказать, что термин «социальный потенциал» встречается в некоторых работах по социологии. Существует термин «социальный потенциал региона», и мы этот термин встречали применительно к Архангельской области, но он касается, опять же, социологических характеристик территории, а не уровня развития СНКО. Еще известно такое понятие, как «инновационный потенциал». Это упорядоченная количественная и качественная совокупность инвестиционных ресурсов – материально-технических, финансовых, информационных, трудовых, интеллектуальных и других. Здесь все понятно. То есть есть предприятия, вложения в которые вскоре окупятся. Но бывает и так, что производство заранее убыточное, настолько, что вложенные средства сгорят и не принесут никакой прибыли. Этот показатель демонстрирует, насколько привлекательным является производство для инвесторов. И чем выше этот показатель, тем больше доход от вложений и выше привлекательность в глазах инвесторов. И так по аналогии. Потенциал отдельно взятой НКО показывает, насколько привлекательной она является для доноров, например, при проведении конкурса. Таким образом, мы составляли рейтинг потенциала территории. И так по сути. Потенциал – это показатель зрелости организации. Потенциал со-НКО – это способность организации удовлетворить запросы сообщества по решению задач в определенной сфере. Например, оказание определенных услуг при наличии определенных ресурсов. И мы понимаем, что существуют разные пути создания и развития НКО. Того, чем они будут заниматься. Осуществлять проекты или программы, или оказывать прямые услуги в социальной сфере, или заниматься сбором пожертвования. Для примера возьмем группу НКО, которая будет осуществлять проектную деятельность. Эволюция деятельности такой группы организации обычно происходит следующим образом. Один или несколько человек задумывают проект для решения определенной социальной задачи. Вся эта история обрастает единомышленниками. Организация регистрируется как юридическое лицо, а может и не регистрироваться, и запускает проектную деятельность. Итак, мы понимаем, что есть способные НКО и те, у кого способности еще не развиты или только развиваются. И каждый НКО находится на определенной стадии своего развития. Начинающая деятельность фактически с нуля находится в зоне старта. Своя НКО, работающая над повышением своего управленческого и профессионального уровня, также над продвижением своей организации вовне, находится на более высоком уровне, и назовем ее зона развития. И, наконец, опытные организации, владеющие собственными методиками, которые они могут передавать коллегам для тиражирования, и имеющие сильного мыслящего стратегического руководителя, находятся на самом высоком уровне по нашей классификации, в так называемой зоне зрелости. И для зрелых организаций важна устойчивость результата для целевой группы, постоянное отслеживание обратной связи от клиентов, а также доработка оказываемых услуг под их нужды. Такие организации имеют стабильный финансовый резерв, диверсифицированную финансовую стратегию, умеют предсказуемо получать финансирование, то есть они живут не только за счет грантов, субсидий, но и за счет оказания платных услуг. То есть у них есть наличие постоянных доноров и зачастую имеют еще и целевой капитал. По мнению экспертов, большинство со-НКО должны стремиться в зону зрелости. Таким образом, критически важным для развития НКО является переход из зоны старта в зону развития, а затем и в зону зрелости. Существует обширный универсальный набор характеристик, которые позволяют определить тот самый индекс зрелости организации. Показатели, определяющие наличие или отсутствие той или иной характеристики, свернуты в математическую формулу. Для каждого заказчика важен свой набор характеристик из этого универсума. Кроме того, для каждой территории актуальность определения характеристик различается, что задает разный вес показателям зрелости. И что может помешать со-НКО оказаться в зоне зрелости? Через эту оценку мы определяем проблемные зоны. Для каждой НКО может быть прописана своя индивидуальная стратегия преодоления этих проблемных зон. Например, тем, кто привык жить от гранта до гранта, решая не саму проблему в комплексе, а только ее проявление и косвенные эффекты, будет предложено проработать стратегическое планирование и фандрайзинговую стратегию. И когда мы распознаем проблемную зону, с которой необходимо планомерно работать, мы понимаем, что есть пути выхода из этих зон. Наша методика оценки позволяет определить тех лидеров некоммерческого сектора, которые могли бы помочь коллегам повысить свой уровень, как менторы, мастера сопровождения или даже как отраслевые ресурсные центры, а еще сделать выводы и прогнозы относительно их дальнейшего развития. Что мы можем сделать, имея все эти данные? Подходы к поддержке начинающих организаций, различающихся своими вот этими зонами зрелости, развития и начинающие. И на каждом этапе развития НКО мы можем разработать стратегию усиления их потенциала и сформировать комплекс мероприятий по развитию. По сути, сформировать комплексную программу развития НКО региона. То есть проекты организации выполняют на своем уровне, начинающие организации выполняют проекты стартапы, развивающиеся организации выполняют более сложные проекты, зрелые организации выполняют серьезные проекты, и они оказывают профессиональные услуги, часто они могут помогать другим в своих тематических областях, как тематические РЦ. Если мы делаем три направления в конкурсе или три номинации – новичок, развивающийся и зрелый, то характеристики могут стать основой для этих критериев. Самые сложные характеристики относятся к социальным услугам и социальному предпринимательству. По словам одного из заказчиков, результатом оценки потенциала стала корректировка работы РЦ региона, и новые акценты были сделаны в содержании тренингов для СОНКО. Все существующие возможности по повышению профессиональных компетенций НКО были выстроены в единую систему. И заинтересованным министерствам были предложены рекомендации по развитию социальной сферы как таковой с учета потенциала профильных НКО. И оценка потенциала особенно эффективна, когда проводится на регулярной основе и позволяет принимать своевременные управленческие решения. И далее мы поговорим по таким отдельным структурным блокам из нашей оценки. Вообще у нас есть так называемая шпаргалка оценщика. Она состоит из отдельных шкал, развитых по критериям. К каждому критерию присвоен соответствующий вес, балл. По каждой шкале максимум 10 баллов. И как только организация, если она сама себя оценивает, выбирает этот балл, она может определить, в какой зоне она находится. И что вот именно здесь и сейчас необходимо развивать. Их условно можно обозначить как технологическое обеспечение, например. Это умение разрабатывать и документировать собственные технологии, умение оценивать их результаты и дорабатывать в случае необходимости. И в перспективе уметь адаптировать эти технологии для разных клиентов и условий. То есть если вы находитесь уже в зоне зрелости, вы можете свои технологии передавать, тиражировать другим организациям, для того, чтобы они развивали собственные территории и работали более эффективно со своими цивлевыми группами. И самый высший пилотаж это, конечно, умение эти услуги продавать. Научиться считать не только непосредственно результаты, но и социальный эффект и влияние. Это проектный подход и внедрение системы оценки у себя в организации. Мы отлаживаем систему оценки проектов. Оценка деятельности организации, проектов и оказываемых услуг у большинства организаций сводится к регулярным рабочим собраниям, коллективам, письменным или устным отчетам. Но нет такой стабильной системы оценки и мониторинга, чтобы понимать, этот проект был удачный, что в нем случилось такого, что можно исправить для дальнейшей эффективной деятельности. Конечно, команда еще является очень важным блоком, организации, у которых высокий итоговый потенциал, подтверждают, что роли в организации распределены. Есть потенциал к гибкому реагированию на внешние запросы или изменению ситуации. При этом костяк организации, как правило, составляют сильные универсальные солдаты, которые могут при необходимости заменять друг друга и помогать друг другу. Узнаваемость организации, бренд организации – очень немаловажный блок. И многие респонденты отмечают, что отношения строятся не с организацией, а с лидером. Это как и достижение, так и недостаток. Юлазь доверяет именно лидеру. И если лидер работает долго, и команда работает долго, то можно формировать устойчивый бренд организации. Часто он получается, по сути, брендом лидера, одного лидера. Но стремиться стоит к тому, чтобы бренд организации был узнаваем у жителей, власти, СМИ и других, чтобы он был на слуху. Говоря о поддержке СОНКО, некоторые респонденты советовали уделять большое внимание социальной рекламе. То есть формирование позитивного имиджа СОНКО в целом производится через социальную рекламу. Фандрайзинг – сложная вещь, сложный блок. Как искренне сказал один из наших респондентов, нам не надо понимания со стороны кого-либо, нам надо финансирование. Нам важно разработать диверсифицированную фандрайзинговую стратегию и уметь не только получать гранды, но и получать финансирование иными способами. Вплоть до платы услуг и социального предпринимательства, то есть решения социальной проблемы за счет построения устойчивой бизнес-модели. Партнеры – немаловажный блок. Когда мы говорим о ситуации ограничения ресурсов, то нам стоит не конкурировать друг с другом, а наоборот сотрудничать. Эта проблема характеризуется не очень сильными партнерскими связями. Эти связи есть, но коллекционная слаженная работа слаба. Иногда своем кого считают себя не партнерами, а конкурентами. А для оказания соцуслуг, например, стоит выстраивать ценностные цепочки, коалиции. И это позволяет усиливать ресурсы друг друга. Наличие материально-технической базы. Собственно, то, что сказано выше, относится и к умению партнерского использования ресурсов. Здесь можно вспомнить такой термин, как ширины конами – совместное потребление. И, кстати, именно совместное использование ресурсов, умение делиться ресурсами – одна из самых важных тенденций даже открытия современности. Кстати говоря, о поддержке СОНКО стоит обязательно отметить, что конкурс субсидий позволил СОНКО усилить материально-техническую базу на тех территориях, где мы проводили оценку потенциала некоммерческого сектора. Среди рекомендаций респондентов есть совет проводить или организовывать дискуссионные площадки, чтобы можно было формировать партнерские связи и искать вместе пути решения проблем и объединять ресурсы. При оценке, например, в Новосибирской области мы выделяли блок критериев «Способность служить», в который как раз и входит способность оказывать социальные услуги и способность развивать социальное предпринимательство. И мы выявили, что это самые сложные навыки, и для них остальные навыки являются базовыми. То есть именно те организации, у которых высокие баллы по остальным критериям, умеют лучше оказывать профессиональные услуги и переходить в зону оказания платных услуг и заниматься, может быть, даже социальным предпринимательством. На этом у меня все. Спасибо всем. Если остались вопросы, пишите, я обязательно отвечу. Если кто-то захочет провести самооценку своей организации, мы рады помочь.